Подскажите, вы совершали расходные операции по картам нашего банка в течение последних трех минут? Нет, я не совершал. Дело в том, что система фиксировала подозвестный перевод из вашего личного кабинета в размере 3000 рублей на имя Смирновой Ирины. Вы переводы подтверждаете? Нет, нет, ни в коем случае. Не подтверждаете, фиксирую. Проверьте, карты нашего банка не утервлены? Они находятся при вас? Сейчас посмотрю. Алло, Александр? Да, да, да. Да, при мне. Приват. Этим лицом в пользование карты или данные ко входу в личный кабинет банка не предоставляли никому? Нет, только жена. Жена. В таком случае, фиксируешь полный отказ от данных операций, так как вы их не совершали. Еще раз прошу, переводы отменяем? Конечно, отменяем. Отменяем. Также сейчас я буду вынужден заполнить заявку по факту мошеннства на отмену данных переводов. Уточните, когда вы совершали последнюю расходную операцию по вашей карте лично? Да, сегодня. Билет покупал электричку. Сегодня, угу. Также, какой фиксировали остаток по карте? Ну, не знаю, там 1040, наверное, было. Угу. Хорошо. Активные кризисы в нашем банке есть? Нет, у вас нет. Угу. Также для заявки уточните, вы являетесь клиентом только нашего банка или доверяете также сторонним банкам? Ну, я еще клиент почты банка. Угу. Хорошо. Сейчас для отмены операции мне необходимо верифицировать вас как клиента нашего банка и владельца пластикового носителя. Угу. Карточка. Давайте тогда по номеру карты. Укажите, пожалуйста, 4 партия по 4 цифры. Я давайте, знаете, просто я как раньше проходил, я называл блок, какие-то цифры, кодовое слово. Смотрите, мне нужно верифицировать вас как клиента банка, потом отменить все неправомерные действия. Подождите, а как вы меня верифицируете? Я что-то не понял, объясните. Мне нужно удостовериться, что вы являетесь клиентом нашего банка по номеру вашей карты. Ну, я вам могу назвать там некоторые цифры. Давайте первые 6 цифр. Первые 6? Давайте первые 6. Слушайте, я, мне просто надо сейчас, у меня карточки нету, я могу по Сбербанку онлайн посмотреть и не знаю, что с вами. Ну, вы фону, вы мне слышите, да, фону? Конечно, слышу. Угу. 4. Угу. 2. Угу. 7. 7? 7. Угу. 6. Ага. 5. Угу. 5. Еще раз 5, да? Да, да. Угу. 2 нуля. 2 нуля? Угу. 2. 2. 9. 9. 1. 1. 6. 6. Ага, 1. 1. 0. 0. 9. Еще раз. 9. 9. 0. 0. Угу. Угу. Смотрите, верификацию, вижу, прошла успешно. Сейчас я перейду вас на старшего специалиста, он вам подробнее все объяснит и поможет в этой проблеме. Да, конечно. Оставайтесь на линии и ни в коем случае не отключайтесь. Угу. А, Александр. Да, да, да. Да. Да, здравствуйте. С вами связался старший специалист технического отдела. Меня зовут Алексей Александрович. Угу. Скажите, у вас, младший специалист полностью осведомила ситуация, которая у вас произошла? Ну, он сказал, деньги переводят там. Ну, да, то есть с отменой неправильных действий. Я вижу, у вас была попытка прохождения верификации. Давайте сверим номер вашей карты, по которому вы обычно ее пополняете. Да, да. 42, да. 42, 76. Угу. 55, 0, 0. Да, да. 29, 16. Ага. 10, 90. Да. Вот смотрите, я сейчас перепроверил данную информацию. Данная карта не закреплена ни за одним клиентом нашего банка. Возможно, вам плохо видно какую-то из цифр? Ну, я не знаю, вроде нет. Слушайте, я просто, я не пойму... Я могу... Возможно, у вас вместо 0, 1 стоит? Возможно. А где именно? 5, 5, где 5, 5? В конце, последний блок, самая последняя цифра, возможно, вместо 0, 1, может быть, она затерта. Слушайте, а можно задать вопрос? Вы же видите мою базу данных? Вы же можете как-то себя идентифицировать, правильно? Да, конечно. Можете мне сообщить какую-то информацию, которой я могу, просто мошенники в последнее время звонят и... Да, я понимаю. Смотрите, так как сейчас увеличился процент мошеннических действий, особенно по системе нашего банка, мы сейчас сами связываемся лично с клиентами нашего банка. Обычно, вы знаете, связывается номер 900, либо роботизированная система, либо смс-уведомления вам присылаются, когда карта заблокирована или когда происходят какие-то движения. У меня имеется информация, которую вы предоставляли в отделении нашего банка, то есть это ваш контактный и финансовый номер телефона 9791. Также данная карта с окончанием... Нет, смотри, подождите, у меня... Да, да, да. У меня просто раньше кодовое слово я называл. Что же, раньше кодовое слово называли? Ну, кодовая вообще идентификация, например, в почте банки, как происходит. То есть, они мне говорят, назовите какие-то цифры, да, карточки. Ну, то есть кодовое слово, которое вы сами придумали, правильно? Да, и то они спрашивают, когда я там перевожу какие-то средства. Да, но понимаете, вы этот перевод совершаете самостоятельно. А здесь ситуация такая, что третьи лица завладели вашим личным кабинетом, и сейчас нам нужно убеждаться, что вы являетесь клиентом нашего банка. Ну, а я могу убедиться, что вы являетесь... Смотрите, данная карта, хорошо, зафиксирована за картой... То есть это вы, правильно? Да, ну, конечно. Также ваша электронная почта, которую вы предоставляли, непосредственно, также в банке, когда заполняли заявку на оформление карты, также вы карту получали... А какая электронная почта? Какая электронная почта? Сейчас. Собачка, Яндекс.ру. Вы карту получали в отделении в региональном центре, то есть в областном центре, или по месту жительства? То есть я вижу, вы указали... Как это, с сего... Не, я не там получал. Нет, я не там получал. Я в городе, да, Санкт-Петербурге. Ну, то есть в областном центре получали, правильно? А у вас реально что, не указано, где я получал? У меня не указано отделение. Ну, смотрите, у меня не имеется более точной информации, то есть у меня информация у вас как по клиенту, то есть как личность, фамилия, имя, отчество, ваш контакт, а также финансовый номер телефона, номер вашей карты также имеется, то есть на уровне моего доступа, да, то есть никакой кондициональной информации у вас не запрашивается, понимаете, вам когда звонят мошенники, они запрашивают вас что, пин-код от карты, логин, пароль от личного кабинета, чтобы совершить в него вход. Не, мне просто непонятно, что я не могу понять, ну какой вы информат, у вас же есть мои паспортные данные? Ну, я включал договор, я должна быть паспортные данные, ну хорошо, у вас какие данные обо мне есть помимо телефона, имя, фамилия и места проживания, скажем так? Я являюсь старшим специалистом, данная информация имеется у специалистов высшего звена, понимаете, то есть я же не буду сейчас слать им заявку, чтобы они перепроверяли полностью ваш лицевой счет и эту информацию уже предоставляли мне. То есть это очень много времени займет, которого у нас нет. У нас сейчас имеется определенное количество времени, в которое мы должны сейчас уложиться, чтобы отменить все неправомерные действия. Да я не знаю, может быть я лучше сейчас спущу из Верванка, который тут недалеко от места работы, там все... Да, вы в любом случае направитесь в отделение банка, оно у вас до скольки работает, вы знаете? Оно до восьми, где-то даже до семи. Но я успею, то есть полтора часа еще, я сейчас быстро сбегаю, тут пять минут. Да, вы успеете, смотрите, да, вы успеете, но чтобы нам сейчас не проводить блокировку вашей карты, и также чтобы ваши деньги не списались, мы сейчас непосредственно отменим все эти действия, и вы возьмете с собой весь пакет документов, с которыми вы приходили первый раз в отделение банка, и направитесь в отделение данное, о котором вы сейчас говорите. Простите, а вам операционисты предоставят... Да, вам операционисты предоставят всю необходимую документацию о ходе проделанных работ. Простите, а еще раз... Сейчас мы проведем регламентные работы, потому... Как зовут? Алексей Александрович, Алексей Александрович. Да, Александр, смотрите, давайте сейчас уделите буквально пару минут вашего времени, также мы будем сейчас подключать вам безоплатное страхование от нашего банка, чтобы в случае списания ваши средства были вам возвещены. Слушайте, Александр Александрович, а у вас есть какой-то табельный номер, там еще что-то? Да, табельный номер мой 365-02. Можете записать, также, когда вы сегодня явитесь в отделение банка, вы сможете его предоставить сотруднику, он вам полностью скажет, что да, такой сотрудник имеется, старший специалист. Я с вами связался сейчас с центральным офисом Сбербанка, то есть город Москва, улица Вилла, 19. Алексей Александрович, смотрите, мне тут сейчас от Сбербанка пришло сообщение, что вам в анус зашел пластиковый продукт. Вы подтверждаете эту информацию или нам его блокировать? Что-что-что? Что-что? Смотрите, пришла информация с Сбербанка, что вам в анус зашел пластиковый продукт. Вы подтверждаете эту информацию, фиксируете или нам блокировать его? Зашел пластиковый продукт? Да, пластиковый продукт зашел вам в анус. Нам как бы, вы подтверждаете эту информацию или заблокировать его? Угу. Ну, смотрите, в ходе регламентных работ я же вам уже обозначил, что третьи лица имеют доступ к вашему личному кабинету. Подождите, мне пришла СМС из Сбербанка, понимаете? Ну да, с номера 900. С номера 900 пришла вот с этим сексом. Вам, наши специалисты, направили СМС о том, что у вас происходит машинская деятельность по карте, то есть какие-либо движения, которые вы сами не контролируете. Погодите. Я вам говорю про другое. У вас с анусом сейчас происходят незаконные операции. У вас подсчет, правильно? Вам нужно... Нужно... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok